Всем добрый Дэн, вы на канале iDen, самого профессионального и успешного компьютерного сборщика. В будущем, возможно. Сегодня же я тот простой парень, который с полного нуля решил погрузиться в новую для себя сферу в бизнесе на сборке компьютеров. Имея начальный бюджет в каких-то 5000 рублей, я постепенно иду к своей цели. На перепродаже готовых сборок, собрать себе на сборку мечты, на процессоре i9, крутой видеокарте, в общем, чтобы все было очень классно и мощно. Прошлая серия получилась успешной, ведь я взял свой первый заказ на сборку компьютеров в офис и заработал без траты своих денег личных. Так что сегодня мы стартуем с бюджетом аж в 25 190 рублей. Я, кстати, почитал ваши комментарии и вижу, что многие давали годные советы о том, как эти деньги выгодно вложить в ПК сегодняшней серии. Люди разделились на два лагеря. Многие советовали собрать несколько дешевых вариантов сразу, потому что это будет выгоднее якобы. А многие иначе советовали максимально игровую сборку выжать из этой суммы, ну, всего лишь одного компьютера. Короче, рискну в итоге, и сегодня попробую играть, как говорится, на все деньги. А про комментарии не забывайте, помимо того, что это мощный инструмент для продвижения роликов, еще и классный способ получить совет от вас, а вам от меня косарик на карту, как вот этому счастливчику. Ну и давайте побьем рекорд прошлой серии. Она собрала чуть больше 18 тысяч лайков, и давайте как бы двадцатка, я думаю, будет очень красивое, круглое число. В течение одной недели собираем, и выходит следующая серия. Поговорим немного о нейросетях, потому что, знаете, они сейчас находятся на таком уровне развития, и выглядят как какая-то инопланетная технология. Потому что, ну, реально, они генерируют классные арты на основе простых запросов. Вот, к примеру, художник-иллюстратор Женя Зубов вместе с нейросетью смогли нарисовать классное оформление для банковской карты. Это первая в мире банковская карта, созданная при непосредственном участии нейросети. Причем не просто карта, а дебетовая карта Тинькофф Блэк. И я хочу сказать, что выдающийся у нее не только дизайн, но и список ее достоинств. К примеру, эта карта будет зарабатывать для вас деньги, пока вы эти деньги тратите. Звучит просто как какой-то аксюмор, но это так. Можно получать до 15% кэшбэка рублями на 4 категории на выбор ежемесячно. Ну а если закупаться у партнеров, то можно получить и вовсе до 30% кэшбэка, а с подпиской Тинькофф Про, которая у меня тоже оформлена, можно получать доход до 6% годовых на остаток каждый месяц. Ну а если вдруг вам нужно будет снять наличку по каким-то причинам или переслать деньги кому-то, это можно сделать без комиссии. Ну и еще приятная мелочь. Если вы перейдете по ссылке в описании и закажете эту карту-мультипаспорт, вы также получите нейростикеры к ней, которые можно будет наклеить на карту и поменять свой аватар. Так что оформляйте карту, получайте по-настоящему космическую выгоду, не выезжая за пределы Земли и вообще нашей галактики вместе с Тинькофф. Так что переходите по ссылке в описании или сканируйте вот этот QR-код, который вы видите сейчас на своем экране. А мы с вами продолжаем разбираться с компьютерами. Смотрите, что мы имеем. Процессор Ryzen 2600X, моего старого компьютера монтажного, вместо которого сейчас вариант стоит чуть помощнее. Думаю, бюджет уже подходящий, заодно и проверим ликвидность сборки не на Интеле. Само собой, его нужно купить у себя же и, посмотрев рынок, понимаю, что за 4000 вполне можно легко его приобрести. Вот, например, вариант из Москвы. Человек даже готов отправить его почтой за 4. Вот еще вариантик за 4 Московская область. В общем, минусуем из бюджета 4 косаря и продолжаем поиски. Перед тем, как ехать, я рассчитал все свои бюджеты и прошерстил рынок устройств. И чтобы моя поездка за комплектующими была выстроена в какую-то логическую цепочку, в логический маршрут, заранее со всеми договариваюсь о покупке и временных рамках. А начинаем мы с материнской платы под AM4 сокет. И вот такой шикарный вариант я нашел за 3890 рублей. В отличном состоянии и без торга. Договариваюсь о приобретении этого лота. Видимо, это компьютерные перекупы, так как мне предложили что-то еще. Но SSD на 250 гигов у нее нет, так что, как бы, больше ничего не надо пока что. Итак, осматриваю бегло-визуально эту карту и перевожу ровно 3890 рублей. Смотрите, даже упаковочку нам выдали в пакетике 3890 рублей. И замечательная материнская плата вместе с планочкой даже у нас в комплекте. Вот, пожалуйста. О видеокарте я тоже подумал заранее и договорился. Это ASUS GTX 1070 Turbo. Использовалась для обработки потокового видео. В майнинге не участвовал, надеюсь. Хотя мы из-под майнинга берем нормально. 8 гигов памяти. В общем, точно нужно брать. Цена очень хорошая. Итак, найдя нужную нам парадную, прямо у лифта проверяю видеокарту. Еще раз получаю подтверждение, что на ней монтировали, а не майнили. Ну и пытаюсь торговаться. Кстати, делаю теперь это тоже по вашим советам, убираю приставку «не». И человек, на удивление, отдает мне ее за 8 тысяч. Все, ребятки, сами все видели и слышали. 8 тысяч рублей видеокарта. Такого еще у нас не было, конечно. Что прям настолько мощная, крутая карта. Опять же, без проверки. Потому что дом был богатый, мужчина был обеспеченный. Написано было, что использовалось под рендер видео. И это было видно реально. То есть по профилю человека тоже можно судить, что в целом проверка здесь не нужна. Потому что дом, опять же, в центре города дорогущий. Я думаю, что тут никакого вранья быть не может. Хотя, конечно, никогда не совершайте таких вот моментов. Лишний раз зайдите в квартиру и проверьте. Но он даже в квартиру не пустил. Поэтому все. Кидаем. Едем дальше. А вот такой шикарный корпус, новый, причем с офигеть какими яркими кулерами, нашел за 3 500. И сразу в переписке смог торговаться до 3 тысяч. Мужчина вынес корпус и отдельно кулеры. Более того, прошу заметить, они все в индивидуальной коробочке, новые абсолютно. Я уже представляю, насколько это шикарно будет выглядеть в нашей сборке. Короче, лютая китайская дичь в целом. Но работать должна. Корпус тоже китайский. Зато очень дешево. То есть в целом у нас сколько здесь? 6 кулеров в комплекте идет. Они все, конечно, сюда размещаются. Но я не думаю, что нам прям 6 кулеров нужно для этой сборки. То есть еще на какие-то будущие останется. Потому что они красивые, RGB-шные. Смотреться это будет классно. Тут я даже не знаю, какое стекло закаленное, не закаленное. Просто от балды купили, не открыли. Может там вообще какой-нибудь корпус ДЭКС внутри лежит. Но мужчина такой, знаете, мощный, накачанный. Поэтому верить ему тоже можно. Так что едем дальше. А теперь самое время лететь за оперативной памятью. В прошлом выпуске вы жестко меня захейтили за оперативку от AMD. Я ее специально купил в ДНСе новую, чтобы прям всем все понравилось. Оказывается, ничего хуже нельзя придумать. Хоть она и новая, но это максимальный кот в мешке. Лучше советы бушные покупать, как советуете вы. Так что вас понял, еду за HyperX. Найти квартиру в этом районе было поистине сложно. Я бы даже сказал, невозможно почти. Да, за оперативной памятью. Что? Оперативная память. Что за оперативная? Нету, да. Ладно, извините. Несколько раз упав, все-таки нашел нужный дом. Здравствуйте, за памятью оперативную. Четвертый дом подряд, в который мы пытались, невозможно понять, где парадная. У меня улетела шапка, ветер дикий. Я разбил колени, я упал. И еще дед испугался, что я какую-то оперативную память хочу брать. Все, сейчас вроде куда надо едем. Жесть, очень холодно. Оперативка в коробке, визуально все отлично. Но вот то, что я упал несколько раз и очень долго искал место, решил использовать как повод для торгов. Ну, хоть 300 рублей удалось торговать. Перевожу деньги. Торг на 500 рублей не удался. Зато это не AMD. В прошлый раз написали. Больше AMD не берем, теперь только HyperX. Супер быстрая, хорошая игровая память. Блук питания будем брать такой, кулер-мастер. В переписке встречу одобрили, выезжаю. Продавец спустился, но из парадной решил не выходить. Так что перевожу ему 1500 российских рублей и забираю блок питания. Так, и какая сумма там была? Половы 1500. Все, перевел. Все, спасибо. 1500 рублей минусуем. Блок хороший, кулер-мастер. 8 пин он положил еще в подарок. Теперь все готово к тому, чтобы собирать компьютер. Наконец-то мы вернулись. Все собрали. Правда, не все. Не хватило еще времени, чтобы найти SSD-шку. Можно уже сейчас начать сборку. В целом, все остальное имеется. Единственное, сейчас я понял, кажется, у этого блока питания... Ну, не кажется, у этого блока питания нет 8-пинового входа под видеокарту, который нам необходим. Но эта проблема решается. Тоже покупка и переходника. Так что видеокарту тоже сейчас подрубить не получится. В общем, сейчас будет подобие компа собираться. Но мы даже его не сможем проверить должным образом. Зато посмотрим, как это хотя бы визуально примерно будет выглядеть. Блин, у меня огромные ставки на самом деле на этот лот. И я очень хочу, наконец-то, не какие-нибудь там сраные 2-3, извините меня, а то и 5000 рублей заработать. А хотелось бы сделать десятку. Ладно, в этот раз я последую вашим советам и начну собирать хоть что-то на материнской плате сначала. Потому что обычно я ее в первую очередь вставляю в корпус, и вы ругаетесь. Что, в принципе, делаете правильно, потому что потом я пересобираю все тысячу раз и делаю лишнюю работу в итоге. Поэтому сейчас начну с процессора. Термопасту, ребята, мы тоже всегда мажем, используем. Там у нас есть еще остатки. Самое сложное, это первый компьютер наш на AMD-шке. И здесь нужно учитывать ножки на процессоре здесь. И я помню, как я собирал первый раз в жизни свой компьютер на базе AMD. По-моему, такой же был процессор в те годы еще. Он оказался самым мощным практически. И я просто не туда воткнул, погнул все ножки. Поэтому повторять мы это, конечно же, не будем. Но, наверное, правильно. Закрываем с хрустом. Приступаю к сборке из того, что есть. Корпус хоть и китайский, но очень просторный и удобный. А вот видеокарта прям почти во всю длину входит. Да, подсветка кулера очень красивая. И выглядит все это прям шикарно. Я уже хочу сфотографировать скорее. Единственное, не хватает кулера процессора и SSD-диска. Красота. Тут еще более того есть пульт управления от этого компьютера. Сейчас вот это уберем. Можно здесь выключить подсветку полностью. Можно ее включить. Есть кнопка авто. Не знаю, что она делает. Видимо, автоматическое изменение цвета. Можно сделать все зеленым. Там любой цвет можно поставить. Это красиво. Белое. Да, и пора выключать, потому что скоро перегреется процессор, а тогда мы точно не заработаем на этом люксе. Все крутится, работает, а все остальное уже я буду доделывать завтра. Для вас это будет сегодня. На следующий день произошла, ну, очень таинственная история. Нашел у продавца, который торгует боксовыми AMD и новыми кулерами по 300 рублей за штуку. Пишу я, значит, ему, мол, хочу купить, прошу передать кулер скупочным ребятам неподалеку. И он пишет неожиданно, что это подарок. И передал он мне аж три новых кулера совсем бесплатно. Смею лишь предположить, что он узнал меня как-то по профилю и нового объяснения такой благотворительности я не вижу. Оставшиеся и сэкономленные деньги спускаю на SSD-шник. Нашел вот такой рядом за 1600 на 512 гигов, что прям шикарно и как раз хватит на все игры. Правда, товар тут зарезервирован. Пишу, что готов забрать без всяких доставок, и он согласился. SSD-диск теперь мой. Возвращаюсь на студию и быстренько все это вставляю. Успешно запускаю комп, ставлю винду, тестирую и готовлю к фотосессии. Для хайпа попробую продать его как ПК для нашумевшей игры Atomic Heart. К тому же наша карта спокойно потянет все современные игры, так что все супер. Публикую объявление, туда я также по вашим советам написал примерный FPS, который эта видеокарта выдает в современных играх в разных настройках. Признаюсь честно, я посмотрел тесты этой карты и написал их сюда. Надеюсь, это не совсем плохо делать. Напишите в комментариях, если нужно самому тестировать. Причем я искал тесты с точно такой же оперативкой и процессором, так что думаю, здесь точно все плюс-минус идентично. Цену ставлю в 34 тысячи рублей и жду клиентов. Итак, мой любимый вопрос. Идет ли монитор в комплекте? Спросили про БУ-комплектующий и предложили 29. Нет. 30 тысяч тоже неинтересно. Ну, еще обозвали материнку говном. Захотели забрать за 31, но я все же предложил 32. Сначала хотели оформить доставку по городу, но в итоге человек приехал сам. Добрый вечер. Алексей. Денис. Проверять будете? Ну, давай, посмотрю. После продолжительного осмотра покупателя все устроило, и он заплатил мне 32 тысячи рублей. А на этом серию не заканчиваем, потому что мне неожиданно пришел заказ на сборку еще одного офисного ПК. Уже для другой компании и тоже с бюджетом в 15 тысяч. Выставляю счет на 16, чтобы учесть налог и прочие какие-нибудь расходы. И по-быстрому отправляюсь на поиски комплектующих. Кстати, оплату я уже получил на свой расчетный счет, деньги будем брать оттуда. Итак, начнем с материнки. Как раз выпал шикарный просто вариант по низу рынка. Посмотрите, как красиво она смотрится. Asus B150 всего за 2,5 тысячи рублей. Встречу согласовали у пятерочки, так что едем. Когда продавец назначает встречу у пятерочки, это всегда немного подозрительно. Тем более у него есть отзыв на одну звезду, но он там связан с тем, что продавец не явился на встречу. Так что надеюсь, что все будет в порядке. Там материнская плата, которая стоит реально дешево. Мужчина продемонстрировал мне карту и попросил оплатить наличными. Так, ну она рабочая, да, полностью? Да, все есть. 500 рублей у меня не было, и он предложил перевезти на киви. Сначала 500 рублей хотел докинуть, а потом он сказал, что можно и всю сумму перевезти сразу. 7,4, 23. Кидаю 2,500 и прощаюсь с продавцом. Ну не люблю я торговаться, ни на чем не основываясь. Потому что я надеялся до последнего, что он без планки ее отдаст. Тогда 500 рублей был бы разумный торг. Но у него есть планка, и, ну блин, эта карта, она огромная. А TX форм-фактора выглядит офигенно, как игровая. И визуально тоже все в порядке. Единственный момент, который меня смущает, это то, что он потом попросил 500 рублей перевезти не на номер карты, а на киви. Вот киви всегда какая-то, знаете, подозрение у меня есть. Потом он такой, типа, давайте лучше всю сумму на киви сразу. Я 2,500 скинул на киви, и мы разошлись. И вот как только я сел в машину, внимательно осмотрел сокет еще раз, и понял, что тут все очень плохо. Короче, не отъезжая далеко, вообще не отъезжая, я посмотрел на карту и понял, что нас кинули, потому что здесь очень сильно гнутый сокет. Гнутые ножки. И одна ножка прям очень сильно гнутая, и ощущение, как будто она даже сломана. Это видно невооруженным глазом, просто я не посмотрел. Не знаю почему. Сейчас я буду писать. У меня даже нет номера телефона, его приводил я на киви деньги. Пока прошло мало времени, пишу ему на авито, ведь номера телефона у меня нет. И ответа, конечно, никакого не поступает, хотя сообщение моментально было прочитано. Видимо, я добавлен в черный список, потому что все объявления его пропали. Тогда едем к мужчине из прошлой серии, который занимается материнками. Материнский мужчина осмотрел плату и сказал, что тут нужно перепаивать сокет. Ну, то есть человек вам продал четко, блять, чтобы вы не ошиблись. В рынке. Да, чтобы вы в рынке были, а не в хабре. Мол, материнка хорошая, и ремонт будет стоить 3000 рублей. Понятно, что я не готов отдать такие деньги за материнскую плату, потому что мы как бы для офиса это все собираем. И попросили у него другую материнку на таком же сокете. А трейдин у вас нет вот на эту сдать? Ну, если заглушку принесешь, поменяю. Заглушка есть. Прямо так, в ноль, да? Да. И получилось забрать самую простую за 2,5. То есть мы ничего не заплатили и просто поменяли карты. Ладно, потери нет. Но, учитывая, что он ее так с удовольствием взял, он починит сейчас ее. Типа он 3000 за ремонт попросил, но понятно, что это по себестоимости. Я думаю, у него там все есть, это будет очень дешево. И он ее потом продаст, наверное, тысяч за 5 по рынку. А не получилось. Я вот, ну, такой я человек. Вот, взяли теперь простенький, но проверенную материнку. Мы точно такую же брали у него. Правда, она без заглушки. Ну уж извините. Теперь переходим к процессору. Присмотрел я i3-7100 за 2,5 тысячи рублей. Продает магазин, так что сразу туда еду. Помимо процессора, сразу тут приобретаю корпус. Такая же Digma, как и с прошлой серией. Новая за полторы тысячи рублей. И сразу же берем две планки оперативки по 4 гига каждая и SSD диск на 250 гигов. Сказали, что там уже винда стоит. Ну и кулер для процессора тоже покупают. Тут в целом лишний раз, чтобы никуда не ездить. Ну все, нормально. Мы пришли за процессором, ушли. Полный, все, с полной сборкой получается. Реально ничего больше не надо покупать. Ездить по городу, мотаться. Все по рыночным ценам. Как бы можно было и дешевле взять, наверное, на Авито. Но, извините, у нас зазоры так хорошие для этого офисного компа. Сейчас все подсчитаем, все соберем. Поехали, в общем, в нашу студию сборкой заниматься. Итак, приступаем. Без лишних слов, опять же, не тратя много времени, к нашей сборке офисного ПК. Итак, начнем мы сейчас по вашим лекалам, по вашим советам со сборки его на столе. Потому что, когда мы покупали эту материнскую плату, мужчина сказал, что он здесь соки тоже выравнивал. Но, если вдруг его с сломанными ножками включали, то, возможно, здесь чип памяти может отвариться. И поэтому ничего может не запуститься. Так что, чтобы сейчас это все лишний раз не пересобирать, как бы он вернет деньги в случае чего. Я сейчас соберу это все на столе. Сразу скажу, что блок мы используем вот такой. За 300 рублей, купленный еще давно оптом. Но, вот вы все пишите комментарии по поводу блоков. Поверьте мне, это очень хорошие блоки, которые стояли в офисе, которые нормально работают. И с ними еще не было никаких проблем. Поэтому, пока они мне не закончатся, я буду использовать именно их. Потому что, ну, реально, они надежные. Нет каких-то супермощностей, которые позволили бы убить, взорвать его, я не знаю, что с ним такое сделать. Поэтому, все будет в порядке. Ну что, сборка на столе. Аккуратненько устанавливаю процессор. Втыкаю оперативку и подключаю блок питания. Тот самый, который вы не любите, но я люблю. В общем, как обычно, пытаемся запустить компьютер, но ничего не работает. HDMI. Попробовать можно сейчас монитор бахнуть сюда, который VGA-шный. Возможно, через VGA-шку пойдет сигнал. Первичный. Может быть, опять та же проблема, что нужно в BIOS просто поменять настройки. Другой монитор, как видите, картинку тоже не выдает, увы. В общем, нифига ничего не работает. Заглушку я тоже сейчас не могу взять, потому что она сейчас в скупке находится. В общем, понадобилась она ребятам из скупки. Не знаю, зачем. В качестве заглушки опять-таки же. И сейчас у меня нет никакой другой видеокарты, кроме той, которая стоит в монтажном компе. Но это нужно ее доставать. Это нужно подключать ее к питанию. И то, возможно, проблема не в этом. Потому что, сбросив настройки BIOS, по идее, должно стандартно идти питание на видеоядро. Вот сюда. Ну, то есть, чтобы можно было смотреть через монитор, не через видеокарту. Так что сейчас время терять зря не будем. Поедем, если мужчина еще на работе находится. Надеюсь, что он там еще находится. Сразу к нему. У него там есть на чем проверять. Если что, пускай меняет эту карту на что-то другое. Едем снова к нашему мужчине. Мужчина был не рад видеть нас, потому что хотел уже ехать домой. Но все же спасибо ему, что приступил к тестам. Итак, после проверок он выдает такой вердикт. Ребят, протест он куда? Ты, наверное, бросил и, блядь, закрыл. Или когда стал закрывать, как обычно. Вот так вот обычно бывает. Топца скользила, блядь. Он вот так вот встал, а ты, блядь, дальше его закрыл, блядь. Вот так и было, блядь. Видимо, я реально погнул процессор при установке, потому что помню, что он заходил с очень сильным хрустом. Хотя, вроде как, я делал все правильно, и реально не помню, чтобы я мог что-то навредить. Очень долго он пытался его выпрямить, и в итоге, при определенном нажатии на процессор, материнка с ним включается. Но работает только один канал, и то это постоянно отваливается. Понятно, что в офис уже не годится такой вариант. Пока не закрылся магазин, где мы покупали процессор, там еще осталось несколько таких же по 2,5 тысячи, бегу туда. Там мы сразу все воткнули и проверили. Теперь все работает. Ну что, быстренько собираю все это в наш корпус. Да, особого кабель-менеджмента тут быть не может, потому что, ну, вот такие условия здесь. Зато все должно работать идеально. Фух, наконец-то. Винда уже есть. Три семерки. Супер. Я рассчитывал, что мы закончим с этим компом сегодня максимально быстро. Я поэтому и не стал делать отдельную серию по этому заказу, потому что, думаю, это просто будет как дополнение, буквально как заработать еще плюс 5 хотя бы за несколько часов, потому что отлаженная схема. Но из-за того, что я не специально, как вы понимаете, погнул процессор, мы потеряли 2,5 тысячи рублей. Но в итоге вот сейчас осталось проверить, работает ли здесь интернет. Так, в целом все. Винда накатана. Комп шустренький, быстренький. Сейчас поткнул провод LAN и буду точно уверен, что все окей. Нормальный комп супер. Даже вот 4K, видите, тянет. FPS проседает, но не сильно. Значит, нормально. Ну, 4K, он не рассчитывался под 4K задачи. Тут еще драйвера не загрузились. В общем, сейчас это все загружу. В любом случае, конечно, фатальная ошибка с процессором заставила меня заработать на этом компьютере не 5 тысяч рублей, как я хотел, а 2,5. Но это тоже заработок. И, по сути, мы с двух компов за сегодняшнюю серию подняли практически 10 тысяч рублей. Полная сумма уже с подсчетами со всеми у вас здесь. За вычетом налогов, за вычетом всего-всего-всего. И у нас уже в бюджете больше 35 тысяч, что не может меня, конечно, не радовать. Это уже прям такие огромные-огромные возможности для... Вот, кстати, драйвер прогрузился или просто отвал процессора. Не, все в порядке. Вот, видите, теперь уже и разрешение экрана хорошее. И все у нас замечательно. Этот компьютер я доставляю в компанию или они сами заберут после праздников. Сейчас как раз в праздники идут, они не работают. Но, в общем, деньги на счету, как бы акт есть, работа выполнена, все будет хорошо. В следующей серии покажем, как я это доставил или как у меня это забрали. Мы еще не договаривались, потому что они дали большой срок. Я, как обычно, сделал все за один день. Если вам нравится серия с компанией, пожалуйста, поддерживайте их, ставьте лайки, потому что они собирают меньше просмотров. Но почему-то на серии с компанией сейчас уходит больше всего сил, времени и хочется все-таки, несмотря на то, что вам скучно и так далее, закончить и дойти до финальной цели. Компат для монтажа на Core i9 с мощной видеокарты, чтобы просто играть в игры и не только. Ну, монтировать, собственно, самая главная цель. Подписывайтесь на мой основной телеграм-канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал с поставщиками, проверенными iDent-товарочка, на мой второй канал iDent 2G, на наш канал и телеграм с айфонами. В общем, на все, что можно. У меня еще инстаграм есть, тоже запрещенный. Подписывайтесь, буду рад. Удачи. Пока.